Отель Лесная. Сама меня привел в какую-то гостиницу лесную. Лесная. На доске почета много всяких хелебрити. Стеклова вот вижу, плоскоземельщик любил глаза, посмены какие-то, много всяких непонятных персонажей, первый раз вижу, КВНщики из Магнитогорска в Украину сбежали, полкатов черный к хозяйке жмется, Зельдин, Малинин, Маршал, Соколов. Ну что, по единому грунту по своему номеру. В этом номере, между прочим, жил Сергей Никоненко, народный артист. Музыканты. Кровать нам вполне вдвоем достаточно будет. Тут даже маленькая кухонька. Туалет. Типа сортир. Туалет. Типа сортир. Близер маловат. У нас поделись, вид с балкона был. Ничего не видно. Солнечная стрена. Вечером покажу. Ну, а у тебя где? Красиво тут. Сова с голубой зеленью сидит. Отель лесная. Ну, гостиница лесная и отель, соответственно, лесная. На море сейчас дойдем, посмотрим, какой тут пляж мощный. И, может быть, искупаемся вечером, покушаем, возьмем плавки и туда. Вот наш отель торчит в лесу. Он, получается, к Звездному присоседился. Тут все закрыто. На территории Маудок. Звездный расположенный. Шесть корпусов, там тыры-пыры. Идем на пляж по лесной дорожке. Продолжаем идти на пляж. По лесным тропам пробираемся. Нашли дорогу на море. И бодрым шагом идем. Все отголоски войны. Зод. Где-то тут пляж должен быть. Будем искать. Вау, вот эта видуха. Воды столько много, что это урему прибрежным затопило. О, вода чистейшая вообще. Вот это просто, это я понимаю. Как тебе? Нашли какую-то странную беседку. Железную. Дорожка, наверное, на дамбу идет. Это вообще, смотри, была променадка твердой. Возвращаемся с пляжа в наш отель. Вот он наш отель наконец-то. Беседки. Красный велик. Какие фонарики. Симпатичные. Душка. Кошка. Какие фонарики. Дорожка. Хорошая. Дядя Борис. Угу. Дикой. Директор Денис. Дикой. На бане. Здесь такой челлаут. С мангальчиком. Денис, и Рида. А ну-ка. все вообще по размеру практически дойдем еще сердечко сердечко ободрали что ли ака кабриолет москва нижний загил лондон одни в отеле завтрак похоже вот здесь что там возле почек жмешься жмешься около почек иди сюда не стесняйся все мы на завтраке в лесном отеле как англичане по утрам едим поричь овсянку то бишь блинчики запеканку по моему мы объедимся сегодня ну все мы покидаем наш замечательный отель все было здорово пошли на ресепшн покидаем наш замечательный отель машина у нас тут одна на стоянке ну что поехали на горы может сегодня получится нам подняться на зубы дракона ну все ладно пока лесной отель поедем дальше в горы ты настроен на подъем? конечно особенно в дождь ну вот оно Леневское водохранилище я бы его назвал даже Леневским морем это у нас по моему Юрьев камень если мне память не изменяет это наверное Юрьев камень а вот там вот гора белая и зубы дракона ну не уверен надо будет на карте свериться ну в общем куда-то туда мы идем сейчас подниматься вот это у нас великая река Тагил сброс сильной воды потому что дожди шли да круто круто я бы вот тут искупался бы конечно но что-то меня останавливает нынче с грибами бесовство какое-то они просто просто все заполонили просто каждый квадратный сантиметр занят грибами вот под этим бы водопадником я бы полежал бы прикольная да? вообще офигенно это у нас вот сам поселочек леневка здесь пара домов гаражей и остановка бачика больше ничего нет даже магазина не то ну что тут вот леневки какие-то заброски небольшие имеются ну вот все леневка тут вот заканчивается и выезжаем на Серовский тракт ну вообще планы у нас были маленько другие выехали мы с монетки утречком поцеловал жду на прощание и покатились мы в сторону нижнего Тагила Невьянские затарились продуктами в пятерочке и на ночлег остановились планировали остановиться на леневском водохранилище а затем ехать в черный источник и подняться на гору каменка или скалы зубы дракона как еще называют ее по-другому но из-за постоянных дождей пришлось искать гостиницу и недалеко оказалось хорошая гостиница лесная называется в ней мы собственно говоря и переночевали ну и опять же из-за дождей планы наши поменялись на гору мы не полезем поедем в Тагил зайдем на Лисью да посмотрим сначала новый мост через пруд Тагильский вот затем поднимемся на Лисью гору потом проедем до трамплина паезд и в конце концов заедем на родничок прохладный наберем водички чистенькой на на зиму на поднимемся Вот она наша Лисья гора, на которую мы сейчас полезем. Вместо Горы Белой передумали, потому что дожди кругом все обложили. Видите, скалу здесь. Обалдеть. Пришли мы с Темой к старому заводу. Здесь вот тоже такая, смотри, плотина. Все та же река Тагил. Сегодня мы прям по Тагилу, вдоль Тагилу гоняем. Информация какая-то, да? Ну вот старый Демидовский завод. Экоиндустриальный технопарк. В такую даль ехали, а в понедельник не работает, оказывается. Печалька, Сёма. Из-за этого я пошел. Сёма какую-то уже тропину тут на Лисью гору нашел. Идем по ней. Мы почти наверх заехали. Так, ну и все. И поднимаемся на верхушечку. Вот. Ох. Это у нас северная панорама. Там очень красиво. Прямо скала такая. Лисьегорская башня. А вон этот храм-то Александра Невского, я тебе говорю. А моста не видно отсюда. А нет, видно вон. Тут и завод этот весь. Видно вон. Да? Сверху. Лисьегорская башня. А наверху там Архангел Михаил с дудкой. А вон трамплинчики наши видны. Так, ну что, план такой. Сейчас идем по набережной. Да. Колеса обозрения. Цирк посмотрим. Может прокатимся на лодке. В Тагиле тут своя маленькая Марина есть. Вон, какие-никакие, а яхточки стоят. Это храм Александра Невского. Вот здесь. Ну вот, ребятушки. Нижний Тагил. Пруд. Красотища. Неописуемая просто. Вот он наш гигант. Металлургический. Дымит. Значит, все работает. Страна живет. Капиталистам нас не одолеть. Ну что, показывай, куда ты привел. Нет, ты сказал, сюда поеду. Пойдем на аист, на трамплин. Идем на аист наверх. Довольно крутой подъем. Крутой подъем. А дышечка появляется. На старостной. Подъем продолжается. Свердловская область. Такая тут. Оп. Высоченная. Круто. Пошли за мной. Трибуны. Квадроциклисты гоняются. Вот такие вот трамплины. Сам завез, но там, блин. Набору надо теперь. Карту нашел. Трамплинчиков. Ну ладно, поехали дальше. Родник прохладный. На, наполняй. До верха. Так. Там еще указательно родник прохладный. Видишь, он тут как сделал? Родник прохладный. Камешком сделан. Ну-ка посмотрим. Ну, мне кажется, вода-то одинаковая. Что в том, что в этом. А вдруг это холоднее? А не, вон, видишь, из одного места текут. Да. Ну ладно. Прикольно. Хорошее местечко. Прямо недалеко от трамплинов. Нижне-Тагильских. Ну и далее, от родника прохладный, мы поехали в сторону Никола Павловского. Через Братчиково и страну Тысячи Озер. А это Братчиково, страна Тысячи Озер. Вон, там даже пляж песчаный вижу. Это тоже река Тагил. Все вдоль реки Тагил. Никак мы ее не минуем. Вода тут везде. Река Тагил тут везде. Тут, конечно, драга ходила. Ну, понятно. Все перерыва на кучу маленьких заливчиков. И Озерцов. Еще купец какой-то. Даром, что коллективных судей сплошные. Тут и река, тут и дорога, и железная дорога. Все на свете. Все в одном. Вот, собственно, сразу за мостом морей Никола Павловская начинается. Какое-то старинное здание в Никола Павловском. Интересная архитектура. Вот такие красивые здания в Никола Павловском попадают на знаменитый Никола Павловск с красивым храмом. Наверное, Никола Павловским. А из Никола Павловского мы погнали в поселок Новоазбест, минуя деревню Шиловка. А в Новоазбесте мы посетили очень живописный карьер Долгий мыс. Красивое место. Ну, все, мы нашли еще одну голубую лагуну в Новоазбесте. Под Новоазбестом, в сторону Петрокаменского дорога. Вау! Какой красивый карьер. Да, тут искупаться это просто за счастье в маски понырять. Я, как всегда, ничего не взял с собой. Так, ну вот, я так понимаю, вот там пляж. Мелко. Можно спокойно заходить и в масочке плавать. Ладно, давай сегодня не будем распыляться. Посмотрели. Место отличное. Будем его иметь в виду для подводного плавания. Уходим, а то у нас пауты тут сожжут сегодня. Запусают. Запусают. Такая дорога вокруг карьера, она постепенно слоями спускается. И доходит до самого донышка. Ну, так, вверх-то высокий, довольно-таки метров, наверное, 40-50. Ну, такие скалы. Это вот еще почти наверху обрывы. Нормально так, в общем. Выехав из карьера Долгий мыс, мы попали под сплошную стену ливня. Всю дорогу поливал очень сильный дождь. Мы проехали очень много прекрасных и красивых деревень. в каждой какие-то свои достопримечательности и чудеса. И только в районе санатория Липовка дождь закончился. Я люблю Липовку 70 лет. Так, что тут у нас? Давай посмотрим. Вон Липовский пруд. Вот нам туда надо. Запоминай дорогу. Запоминай дорогу. Так, 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 и туда. Областная специализированная больница. Здесь тоже хорошо. Замечательное название Липовка. Приятно прогуляться. Там, где нет комаров. Да? Здесь всего лишь в ста километрах от Екатеринбурда. Да пусть никого не пугает злого больницы. Потому что те, кто приезжает сюда, оказывается в настоящей Екатеринбурда. Ты рыцаря хочешь увидеть? Уйди. Вставай между ними. Сануев Евгений Емельянович. Это у нас он организатор. Вставай рядом с ребятами средневековыми. У него довольно-таки острый меч. Паровозик. Паровозик. Паровозик из ромашкового. Прикольный. Но только что-то не настроено. А так красиво смотрится. Довольно-таки. Это что за роскошное такое растение? Ой, какое. Нежненькое. Вот сюда поворачивай. Осторожно. Клещи. О, это что такое интересно? Какая-то штука. Смотри. Икс какой-то. Хромосома. Ага, хромосома какая-то. Ха, здорово. Дубы, дубы. Смотри, дубрава целая. Раз, два. О, так тут их вообще много. Дубовая аллея целая. Оттуда это смотрелось как хромосома. Когда подошли ближе, это какая-то липосома. Какой-то этот скрипичный ключ. Это что за инсталляция? Интересная. Что тут только нету? всякой красоты. И это вся речка? Нет, Сема, это явно не тут. Это явно не сюда. Там нет дороги. Посмотрим. Ну пойдем посмотрим. Я говорю, виноградом как заплетено все. Там всего норка хоббита. Кто? Норка? Хоббита. Где норка хоббита? А, понял тебя. Понял прикол. Тут мы сколько дубов. Ух. Ё-па. Капитан. Очередный. Вот такой замечательный пруд в Липовке. Пляж просто обалденный. Просто отпадный. Ну и конечно тут коллектор сливной. Лодичка попадает туда. Из речки. Пруд сам не сильно великий. Такой себе на пруду сидит рыбак. Значит есть рыбка. А тут речка после плотины. Маленькая такая. Вода не очень чистая. Ха-ха. Ни вовто. Такая вода. Торфяная вода. Как это, как чай. О. Здесь еще один понтон. Если тут глубоко то можно и даже понырять. Но это надо измерять. пляж вам так резко так окупаться запрещен а зачем тогда вся эта жуть настроена так это нас тропа здоровья дорогие друзья окуните в охладную небу соснового бора почувствуйте туры-пыры-пыры-пыры-таси-бочень 2700 маршрут 800 почти три километра мариба город утренней зари красота тут во-первых сосны свежайший воздух виды всякие лавочки как будто пропитаны шпала-пропитка так и тут узоры на стенах челауты в челауты не хочешь посидеть под березкой вот мы обошли всю липовку в круг все проверили едем дальше может быть домой после липовки точно едем домой потому что опять сгущаются тучи и не интересно даже вот в такую погоду кататься по возвращению домой нужно обязательно поцеловать жену сильно не шипела